Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец, у нас сегодня 1 июля 2022 года, поговорим сегодня с вами о том, как Украина собирает армию дронов для того, чтобы нанести России стратегическое поражение в войне, о том, как неожиданно задымился Крымский мост, и это вызвало самую настоящую панику в крымских соцсетях. На сегодняшний день это единственная возможность покинуть оккупированный пока полуостров Крым по суше и сбежать на территорию Российской Федерации, также сегодня с вами поговорим о том, как россияне обстреляли остров Змеиный, который накануне оставили после панического бегства, и о том, как Украина получит новые образцы вооружения, в частности, норвежские системы ПВО НАСАМС, о чем уже нам сообщили, а также боеприпасы, к Хаймарсам, High Mobility Artillery Rocket System, высокомобильные артиллерийские ракетные системы производства США. Ну а начнем, друзья, как всегда, с подведения военных сводок Генштаба Вооруженных Сил Украины по российским военным потерям в Украине, по состоянию на 1 июля, второй месяц лета и второй летний месяц войны. Итак, уничтожено на сегодняшний момент 35750 российских оккупантов, плюс 150 за сутки, свыше 1000 оккупантов находятся в украинском плену, сбито 217 самолетов, 186 вертолетов и плюс 1 добавился за сутки. Уничтожено 1577 танков врага, плюс 4 за сутки, 3736 БМП, БРДМ, плюс 10 добавилось за сутки, 796 артиллерийских систем или плюс 6 за сутки, 101 средств, 105, прошу прощения, средств ПВО, плюс 1 за сутки, 246 системы реактивного залпа в огне, 2610 различного типа автомобильной колесной техники, плюс 8, 15 кораблей и катеров, плюс 1 за сутки, 500, 645 оперативно-тактических БПЛА, плюс 4 добавилось за сутки. Итак, сегодня главная новость дня, безусловно, связана с тем, что в Крыму задымился, в прямом смысле, Крымский мост, или Керченский мост, как его еще называют, соответствующее видео. Фото начали появляться сначала в крымских пабликах, потом оттуда они уже перекочевали в украинские и российские телеграм-каналы. Сначала появилась информация о том, что мост горит, якобы из-за дорожно-транспортного происшествия появилась информация о том, что мост закрыт для проезда, и это тоже оказалось правдой. Потом появились панические слухи о том, что якобы это за ИСУ обстреляли мост, поэтому он уже горит, но в конечном итоге все оказалось прозаичнее. Это были не анонсированы военные учения с участием российской оккупационной вооруженных сил, Росгвардии и ФСБ России. Они таким образом задымили мост, это была дымовая завеса, проводили учения на случай, как мы понимаем, нанесения ракетно-бомбового удара по этому самому мосту. И вот отрабатывали дымовые машины, которые должны создавать дымовую завесу для, в первую очередь, украинской авиации, которую, как мы понимаем, они ждут там, если не с дня на день, то как минимум в течение ближайших месяцев. Ну и самое главное, что это все не анонсировалось, проводилось среди бела дня, оккупанты никогда на самом деле не заморачиваются с тем, чтобы проинформировать. Ну и это все на фоне слухов относительно того, которое распространяет многие оппозиционные, назовем их так, кремлю-блогеры, как тот же Игорь Стрелков, который, по сути, способствует тому, чтобы окончательно добить уже курортный сезон в оккупированном Крыму, сорвать его. Который говорит, что на днях, он записал видео о том, что Украина буквально с дня на день может нанести ракетно-бомбовый удар по Крыму и таким образом отдыхать в Крыму как минимум небезопасно. И так и без того сорванный курортный сезон в Крыму, теперь после того, что они сегодня упороли, запустив эти домовые машины, он точно гарантированно будет сорван. Но поскольку если в разгар курортного сезона, они же говорят, что Крым это курортная зона, без предупреждения начинаются военные учения, но как минимум в Анталье, где-нибудь в Барселоне или на Лазурном берегу Франции, вы такого точно не увидите. Никакому идет, в голову не придет проводить военные учения еще и без объявления их прямо на пляжах непосредственной близости от стратегических объектов. Но, как мы понимаем, у русских военных давно уже проблемы, достаточно серьезные, они в принципе не задумываются даже о таких вещах, что и могут кому-то доставить неудобства. И поэтому они сделали все для того, чтобы никто в Крым не то что не приехал, а сбежали и те, кто туда имел глупость заехать. Но сегодня еще одно происшествие с участием Крыма из оккупированного Крыма с аэропорта Бельбек, это в районе оккупированного Севастополя, взлетела пара российских самолетов Су-30 ВВС России, которые дважды нанесли авиационный удар фосфорными боезарядами по острову Змеиный. Об этом сообщил сегодня главком ЗСУ генерал Валерий Залужный и выставил в своем фейсбуке соответствующее видео, но, кстати, есть в моем телеграм-канале. И вот цитата. Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих в кавычках жест доброй воли. Сегодня, 1 июля около 18.00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВСРФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный. Якобы завершили выполнение задач. Всем, кто говорит о договоренности с Россией, следует знать эти факты, написал Валерий Залужный. Но уже появилось сразу предположение о том, что они наносили удар по собственной технике, которая там горела, но, видно, не догорела. Ну и плюс они же там бросили трупы своих солдат, так что таким образом они с ними попрощались. Останки русских солдат сгорели бесследно, окончательно и бесповоротно. В результате этих ударов, варварских, опять же, фосфорными зарядами. Но, что бы это ни было, подразделений ЗАИСУ на острове не было. Остров был безлюдный после того, когда накануне ЗАИСУ нанесли удар из ствольной артиллерии, ракетной наносился удар. В том числе украинская Богдана отстрелялась, уничтожили там панцири. Всего было уничтожено вокруг острова Змейного на сумму почти миллиард долларов. Вдумайтесь, почти миллиард долларов было потоплено кораблей, уничтожено техники на этом самом проклятом для русских острове Змейный. В доисторические времена, античные, там находился храм Ахиллеса. И остров такое название носил. Он был безлюдным, но на нем стоял храм Ахиллеса в античные времена. И вот мы видим, как Ахиллес, герой троянского эпоса и, в принципе, вообще образец воина, мужчины, он оказался явно несчастливым для российской армии. Таким образом, Ахиллес, который считался лучшим воином, мифологизированным воином античности, явно сделал все для того, чтобы русские оккупанты с его острова убрались. Причем убрались с огромными для себя потерями. Вот такие у нас немножко исторические аналогии сегодня возникли. Но, согласитесь, они в любом случае были неизбежны. Идем далее. Сегодня стало известно о том, что США предоставляют Украине две системы для начала. Две системы норвежского производства. Называются они НАСАМС. Это норвежские системы ПО с радиусом действия до 160 километров. И снаряды для реактивных систем залпового огня РСЗО Хаймарс. В пакет военной помощи 830 миллионов долларов. Вошли 150 тысяч снарядов для гаубиц калибра 155 миллиметров. Это НАТОвский калибр. И, кроме того, утвердили новый военный пакет помощи. Уже известно о том, что вооруженные силы Украины отправили украинских военнослужащих обладевать ракетными системами, вот этими самыми ПВО норвежского производства НАСАМС, которые закуплены на деньги американцев. Точнее, американских налогоплательщиков, скажем так, если говорить более корректно. Ну и завершающая новость сегодняшнего дня. Украина для победы над Россией собирает армию дронов. Армию дронов в буквальном смысле, причем это как бы не шутка. Об этом сегодня стало известно. О том, что соответствующую инициативу сегодня озвучили в Украине. Речь идет о том, что любой желающий во всем мире может передать вооруженным силам Украине свои дроны. Этим занимается фандрейзинговая платформа United24, объединенная 24 в соавторстве, в сотрудничестве с Генеральным штабом ЗСУ и Министерством цифровой информации. Они начали проект, который называется Армия дронов. Теперь может любой человек, который имеет в своем распоряжении дроны-разведчики, либо пожертвовать средства, либо отдать свой собственный дрон на потребности за ИСУ через лендинг на сайте United24. Кроме того, работают через партнерного проекта Help Ukraine Center в Польше или соответствующий хаб на территории Соединенных Штатов Америки. Армия дронов, которая может точно очень серьезно переломить ход в этой войне, поскольку речь идет не только о дронах-разведчиках. Украина, как известно, собирается получить также боевые дроны о Соединенных Штатах Америки. Об этом речь шла ранее. Ну и в Беларуси, друзья, продлили учения, ожидаемо до 9 июля. Также было накануне вторжения в Украину 24 февраля, когда совместные российско-белорусские учения были продлены. И это стало, скажем так, маскировкой вторжения. Об этом сообщает белорусский ГАЮН. Тем не менее, они утверждают белорусские оппозиционные блогеры о том, что пока белорусские вооруженные силы не готовы к вторжению, продлили на полигонах учения. На Борисовском, стрельбище номер один под Минский, Горский под Гродно, Брестский, Репище Осиповичи, Марина Горка, Неман под Березовкой, Обуз Лесной под Барановичами, Чепелево под Слонимом, Доманово под Иванцевичами, стрельбище над Старыми Дорогами, Заслоново под Лепелем. Все продлено практически до 9 июля. Пока утверждается, что вооруженные силы Беларуси к вторжению не готовы. Но ситуация может поменяться. Попытки втянуть армию Беларуси в конфликт, в прямое вторжение в Украину будут Путиным предприниматься и далее. Поэтому списывать со счетов и сущать эту возможность мы, безусловно, не можем. Ситуацию я буду мониторить крайне внимательно. Я всех изменениях буду вам тут же сообщать. Приятно также сообщить, друзья, что сегодня мы получили первую партию глушителей для разведчиков моей бригады ЗСУ, которую они уже получат. Собрали и купили благодаря поддержке зрителей канала на ваши донаты через PayPal. Спасибо огромное всем, кто приложился. Это только первая партия. У нас на очереди еще большая закупка. Я уже заказал пламя-гасители нашим разведчикам. И кошки для наших саперов, которые используются для обнаружения вражеских растяжек. Это очень важно. Это вопросы жизни и смерти очень часто. Продолжаем, друзья, работать на нашу победу. Спасибо всем еще раз. Подписывайтесь обязательно на канал, если оказались здесь впервые. И поддерживайте нас на Патреоне и PayPal. ЗСУ будут всегда вам благодарны. И мы тем самым приблизим нашу победу. Спасибо за просмотр этого видео. Слава сбройным силам Украины. Слава Украине, друзья. С вами был Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.